Итак, мы начинаем очередное занятие по системе КОК. И сегодня мы начнем не с разбора домашних задач, которые были там довольно специальные, а с некоторой такой, так сказать, рассказа о том, что будет в будущем, потому что мы уже что-то много раз не успеваем нормально обсудить извлечение кода, а это будет, значит, третий ваш контрольный такой элемент. То есть, были две контрольные, которые многие из вас успешно написали, а дальше будет задача на извлечение кода, такое большое домашнее задание, которое нужно будет выполнить. Давайте я покажу это дело на... Ну, в прошлый раз я показывал так очень коротко на примере алгоритма Эвклида. Ну, сейчас давайте я покажу это сначала на каком-то совсем простом примере, а потом мы обсудим вот эту разницу между классикой и интуиционизмом, и где, так сказать, что появляется. Вот, сейчас покажу. Вот, значит, о чем пойдет речь? Ну, это простой очень пример, который на самом деле довольно глупый, но тем не менее мы на нем увидим довольно много показательных вещей, и он не перегружен техническими деталями. Давайте мы прочитаем. Ну, значит, первое... А я его заранее заготовил, просто, как говорится, never compute in public, чтобы не заниматься работой с коком в процессе, так сказать. Вот, значит, с чего все начинается? Значит, начинается все с, естественно, стандартных этих самых библиотек. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим LIA, RIS, это наша стандартная библиотека, и мы будем здесь работать в типе NAT. Про тип Z тут запасен, так сказать, тоже альтернативный вариант, мы его увидим сегодня, не беспокойтесь. Вот, значит, и вот это была странная такая библиотека CompareDeck, которую мы сейчас посмотрим, как она работает, зачем она нужна. Значит, ну, давайте мы сначала стандартное, опять же, определение div-делимости, и вот такая вот DivideAll. Мы говорим, что, значит, число x делится на все числа от 1 до n, и при этом само x положительно. Ну, потому что 0 на все делится, это неинтересно, а тут вот так. Ну, и здесь именно для всех k меньших n, ну, значит, sk будет пробегать от... ну, k от 0 до 1, а sk от 1 до 1. Вот, и мы находим такое число, которое, значит, делится на все данные. Ну, ответ, понятно, это n факториал на самом деле дал, но, значит, давайте мы коротко здесь прокомментируем. Значит, смотрите, как мы могли бы написать. Значит, мы пишем, что, допустим, для любого x... там, а, n, извините, сейчас. Для любого n, ну, натурального, существует x, тоже натуральный, вот здесь кок ставит запятую. Такое что, и дальше что, это вот условие. Значит, divides all x, и это можно было бы сказать, что это теорема, так сказать, ну, какая-то t. Значит, это было бы вот это вот... t имеет такой тип, а вот то, что написано здесь, как мы уже давно с вами знаем, вот это вот высказывание, оно находится в универсуме проб. Это логическое высказывание. Его можно доказать, как теорему. Чтобы это сделать, мы вот тут ниже пишем, значит, вот это заканчивается, здесь точка ставится, и мы пишем proof, и дальше пошло-пошло-пошло доказательство. Ну, там, interest, induction, n, ну, и далее. Значит, но отсюда, как я уже говорил, кок не может извлечь кок. Хотя, доказательство интуиционистское. То есть, вообще говоря, можно извлечь из этого вот отсюда доказательство, потому что есть какую-нибудь такую функцию, которая по натуральному числу вернёт, так сказать, ну, там, грубо говоря, пару из x и там доказательство того, что, так сказать, вот это вот одевается. Но, к сожалению, так сказать, в универсуме проб никакого извлечения кода не происходит. Он происходит в универсуме set. И вот тут-то мы как раз в точности вот это и делаем. Мы вместо того, чтобы сказать, значит, что у нас, значит, есть утверждение, мы здесь говорим definition. На самом деле слово definition и слово theorem, как ни странно, здесь совершенно синонимично. Можно сказать, theorem это было бы то же самое. Дело не в том, как она называется, а в том, какого она типа. А тип отличается вот тут. Вот эта вот конструкция, похожая на кантеровскую, так сказать, теоретико-множественную свёртку. Она живёт в универсуме уже не про по set. И ведёт она себя абсолютно так же, как в антерсуществовании. Ну почему? Ну, в общем виде она выглядит так. x какого-то типа a, такой, что выполняется какое-то p от x. Значит, это то же самое, что написать существует x, p от x. Почему? Потому что как конструктивно населить некое множество? Множество таких x, чтобы они будут дать неким свойством. Ну, нужно предъявить этот объект, но ещё нужно предъявить свидетельство, что он удовлетворяет данному условию. То же самое для квантера существования. Существует x из a, такой, что p от x. Но мы попали в другой универсум, в универсум set. При этом, смотрите, вот это находится в универсуме set, а вот эта штука находится в универсуме проб. Таким образом, объект, который населяет эту штуку, он имеет вид, как мы уже знаем, x, u, где x имеет тип a, лежит в универсуме set, а u имеет тип px и лежит в универсуме проб. То есть, фактически, мы получили такую гетерогенную пару из двух этих штук. И как раз, когда будет извлекаться программный код, то вот эта компонента, которая не set, она будет просто из него изъята. А, соответственно, что будет дальше? А дальше мы же навесили здесь for all. Опять же, for all, у него аргумент, теперь уже находится в универсуме set. То есть, теперь это будет не квантер-всеобщесть, а это будет элемент зависимой суммы. То есть, та самая вот эта вот функция, на самом деле, зависимое произведение. Это элемент зависимого произведения, то есть, значит, функция, которая действует из над, из натуральных чисел, над это тоже в универсуме set, в вот такое множество, где у нас есть какая-то часть, которая относится к натуральным числам, это, значит, x, и она будет сохранена при извлечении кода, а другая часть будет изъята. Вот такой общий принцип, но, смотрите, с точки зрения механики построения, то есть, что нам нужно сделать теперь? Нужно построить вот этот терм, этот allDiv, вот эту самую, allDiv, это и есть вот эта вот функция f. Нам нужно его построить как, ну, там, лямбда терм, условно говоря, как функциональную программу. Как его строить? Но построение этой штуки делается той же самой конструкцией proof, доказательства, и там будет все абсолютно то же самое. Некоторые детали, правда, будут отличаться, но мы сейчас увидим. Вот сейчас все это очищу, и пойдем дальше. Вот, значит, теперь дальше мы говорим proof. Давайте до этого места дойдем в коде, сейчас он загрузит все эти библиотеки. Говорим и proof. Дальше мы как бы забываем, что мы на самом деле не доказываем теорему, а строим некий треобъект, и при этом, значит, просто будем действовать как обычно. Значит, мы говорим intrus, индукцию, и теперь нам, фактически, это не индукция, это рекурсия. То есть нам предлагается построить или доказать существование, как ему больше нравится, значит, для нуля и для sn. В принципе, все стандартно. Для первого случая, ну, смотрите, что здесь происходит. Здесь n равно нулю. То есть на самом деле x должен делить, ну, все и все, должен делиться на все sk, где k меньше нуля. Но таких k на самом деле нет, поэтому тут может любой x взять, но кроме нуля, потому что ноль запрещен просто в этом device all. Ну, мы берем единицу, например, самый маленький. Дальше мы говорим, ну, device all здесь две, вот, значит, здесь конъюнкция, значит, надо сказать сплит. Это автовид арис единица больше нуля. А вот это, значит, здесь мы придем к противоречию с k меньше нуля. Ну, вот мы, значит, скажем interest. Теперь у нас есть гипотез, что k меньше нуля, она никогда не выполняется, мы говорим контрадикт. А то, что k, натуральное число, не бывает меньше нуля, это, ну, может было ли я, конечно, написать, но это даже автовид арис возьмет. Это просто некий, есть там в стандартной библиотеке такой принцип, что любое число не может меньше нуля. Вот, теперь индуктивное предположение. Значит, у нас здесь имеется, значит, мы построили такой x, что он делит все k от единицы до n, а надо, чтобы еще sn он охватил, n плюс 1. Ну, значит, этот x нужно вытащить отсюда, мы его здесь вытащим как x штрих, и, значит, утверждение про него назовем h. Значит, и теперь, значит, мы его опять же destruct, потому что это конъюнкция, появляется h и h0, и теперь мы, ну, на самом деле, на этом я сейчас могу закончить рассуждение, задача действительно очень простая. Что мы говорим дальше, как вы думаете? Вот у нас есть, мы нашли x штрих, который делит все от единицы до n. x штрих умножить на s от n. Да, x штрих умножить на s от n. Вот как здесь написано. Значит, так. Ну, и теперь, опять же, сплит, надо сказать. Ну, вот и тут надо, так сказать, здесь, наверное, по-моему, даже ли а это брало, да, брало, как ни странно, хотя, казалось бы, здесь умножение, но она это понимает, что это правильные числа, и тут s от n, то есть, на самом деле, видимо, просто раскроют эти скобки, как бы, и будет что-то плюс x штрих, а при x штрих он знает, что оно положительное, поэтому тут, как бы, умножение не происходит. Ну, по крайней мере, он его взял, это я просто заранее знал. Ну, и теперь здесь, опять же, interest, ну, и дальше у нас, значит, тут я давайте подгляжу. Да, смотрите, теперь у нас, значит, здесь k меньше s n, то есть, надо рассмотреть два случая. Ну, и тут, вот, смотрите, вот тут я могу сказать следующее. Смотрите, я могу сказать, assert k меньше n, вот, если k меньше n, то все хорошо, а если k равно s n, то вот тут будет запресено, да, то есть, k меньше n, или k равно n by lia, съели теперь, мы можем сказать, destruct h2, вот, и теперь мы, значит, ну, понятно, здесь у нас k меньше n, значит, здесь, надо сказать, наверное, apply h 0, а нет, почему-то не хочет, для всех, сейчас, что ему не нравится, а они не хочет, давайте скажем так, ну, assert div x штрих s k, вот это будет, так сказать, apply h 0 и assumption, а дальше у нас будет, соответственно, ну, exist, так сказать, что там, а ну, надо формально сказать, так, destruct h3 s, ну, допустим, q h4 какой-нибудь, да, там, можно просто в q-q писать, и он сам подберет, он какой-то дурацкий, и подберет, мне это не нравится, он не будет вашим называть, значит, и теперь exist, что надо сказать, x-3, правильно, ну, и это, наверное, нуля, может, его возьмет, и не возьмет, нелинейный, явно, ну, реврайд, так сказать, и rk, а, что, где-то я накосячил, что ли, а, не, наверное, да, что-то не то написал, естественно, я написал, здесь надо, x-штрих на, не, надо q на sn, вот так вот, вот, теперь все хорошо, ну, а здесь у нас, соответственно, h2, и, здесь, что-то, x-3, и это тоже, в другом порядке, но немножко, все, и на этом мы закончили, значит, у нас вот это вот получилось, что я хотел показать, значит, в каком-то месте, вот давайте мы, ну, тут нам это не нужно, давайте мы попробуем, вот смотрите, здесь мы разбирали два случая по дизюнции, то есть, у нас k меньше nk равно, значит, соответственно, если мы это сделали, у нас все получилось, а давайте теперь попробуем сделать это вот здесь, ну, например, почему-то нам захотелось сказать, а сер, так сказать, там, сравнить, допустим, с нулем, зачем-то, можем сделать, да, у нас появилась вот дизюнкция, n равно 0, n больше 0, ну, почему-то нам захотелось в этих двух ситуациях как-то по-разному себя вести, здесь это не нужно, вообще говоря, это может быть нужно, правильно, то есть, например, когда у нас будет более серьезная задача, это алгоритм Эвклида, то там без этого не обойтись, потому что, значит, ну, у нас, там важно, когда у нас один из них 0, то мы с это фактически базовым случаем еще заканчиваем, и когда они не 0, то скажем, вот, вроде все нормально, а вот теперь давайте попробуем здесь применить дизюнкцию, вот это ваш один, ну, казалось бы, вот это дизюнкция, все, нажимаем на кнопку, и он говорит вот какое-то очень, ну, фактически, case analysis on sort set, not allowed for induction definition of work, приехали, значит, у нас, здесь мы как раз увидим то, про что я говорил на там, на прошлых занятиях, значит, что у нас здесь нельзя разбирать, потому что, смотрите, что происходит, вот этот вот h1, это штука в типе проб, а это, то, что нам нужно, результат, это в типе set, если мы сейчас разрешим разбирать этот h1, то получается, что результат наших вычислений в типе set, будет зависеть от разбора чего-то в типе проб, а потом-то, когда мы извлечем код, извлечение кода работает очень топорно, оно просто выкидывает все, что находится в проб, и тогда у нас, значит, будет беда, потому что, значит, этот самый, эта штука типа проб, она не существует больше, то есть, эти вычисления, которые вот здесь мы рассмотрели, два случая, они у нас не доступны, поэтому, он не дает нам делать этот самый дистракт, вещь довольно неприятная, я уже говорил, я не хочу ее как-то адвокатировать, как-то защищать, говорить, что это там, правильно, это дизайн, который применен в коке, мы им должны пользоваться, поэтому, так делать нельзя, есть обходной маневр, в данном случае, это называется зероп, значит, вот этот дистракт, это я не имею, правда, я это документирую, значит, что такое зероп, а, сейчас я это делаю, значит, сейчас я вам покажу, смотрите, он какой тип имеет, значит, n равно 0, плюс 0, меньше n, это тоже дизюнкция, но вот эта конструкция, она делает вот что, она берет два, как бы, это называется булевая сумма, почему-то, она берет два пропа, и собирает из них объект типа с, вот, на самом деле, она может делать и больше, мы сейчас увидим, но вот это самый простой порядок, значит, она, их может быть больше, чем два на самом деле, и одно из них, это некоторое, не может быть, это множество, а не отдельные просто такие штуки, значит, ну, фактически это означает, что вот это вот взятие в фигурные скобки, преобразует проб, в такой, так сказать, как бы, множество, но такое, как бы, одноэлементное, то есть, это такое множество, которое либо пусто, либо в нем есть, вот, свидетельство в пользу, так сказать, того, что выполняется данное условие, ну, как бы, сокращенно, можно мыслить, что это частный случай, как бы, существования, то есть, у нас, вот так мы писали, что множество таких иксов, откуда-то, что, так сказать, там, что-то там, p от x, а теперь напишем, множество таких, так сказать, там, не знаю, просто, ну, звездочка, пустота, так сказать, таких, что там, верно, просто p, вот, как такую штуку населить, надо просто обосновать p, а потом из них можно собирать суммы, это просто, так сказать, ну, дизюнкная сумма множества, такая, как бы, ну, это на самом деле все не настоящие множества, это же там, в теории типов, немножко другому все выглядит, но идея такая, что это фактически заменитель дизюнкции, вот, и он доказан, точно так же, значит, как и, то же фактически рекурсии, так, как и обычное сравнение, и вот эту мы уже можем сказать, значит, мы можем сказать, что distrackt zerop n и у нас появляется, ну, вот здесь видите, как вот, вот, левко разговаривает, как называются вот эти вот эти гипотезы, так вот, e они называются, ну, не нравится, хочу h, но напишу h1 или h1, что-то такое, вот и появляется у нас один вариант, это n равно 0, второй вариант, это n равно, ну, больше 0. Вот, то есть, это ситуация, которая нам, эта штука позволяет нам, вот этот зироп, действительно разбирать два случая, и это будет перенесено в извлеченный куб. Значит, больше деталей для арифметики, вот здесь, в этой compare deck, там есть разные аналогичные вещи, можно сравнивать два числа между собой, там и так далее. Вот, давайте пока все это, значит, закомментируем, и закончим наше доказательство, вот так, как здесь. Дальше у меня были какие-то куски, как раз вот с этим зиропом, ну, давайте мы их тоже уберем, а сейчас я тогда, тут я немножко хитро сделал, вот это я уберу вниз, чтобы вы это пока не видели, этот кусочек подниму, так, значит, теперь, ну, собственно говоря, и вот это пока нам тоже будет не нужно, а нужно нам будет вот это, значит, есть команда extraction, дальше имя файла, tmp, alldiv, ml, alldiv, инструкция extraction, она, извлекает код, ну, она, правда, давайте ее, наверное, там, не знаю, require, сколько она называется, import, coq, extraction, маленький, extraction, extraction, весь этот код будет опубликован, так что не переживайте, и теперь extraction, ну, и смотрите, ну, как я уже показывал это, ну, сейчас мы уже в деталях на это посмотрим, у нас появился файл, вот этот вот, alldiv.ml, ну, я его в каталог tmp положил, просто, чтобы он не засорял мои файлы, вот, и сейчас мы посмотрим, как это работает, сейчас мы находимся в терминале, ну, вот тут нам понадобится, кроме самого coq, еще тот язык, в который мы это извлекли, тут мы можем посмотреть, что у нас получилось, вот у нас, значит, извлекся некий программный код, он находится на языке ocaml, значит, обчерктив camel, это язык, на котором написан сам coq, и в который он извлекает, под построенный в процессе, значит, нашей работы программный код, и здесь мы видим, что код стал намного короче, чем, значит, то, что мы видели в исходном тексте, потому что было выброшено, фактически, все доказательство того, что он работает правильно, а здесь написано, ну, значит, кроме того, что сверху, я потом поясню, что это значит последний, вот она, эта функция, это рекурсивное определение факториала, 0 в единицу, значит, sn0, ну, умножь, так сказать, вот так, здесь написано mu, почему, ну, потому что это коковский тип натуральных чисел, фактически, здесь про него сказано все, этот код не опирается ни на какую, обстроенную в, значит, в компьютер машинерию, здесь нет никаких настоящих, как бы, кобнуть не настоящих, а вот таких машинных, так сказать, целых чисел, типа там, интеджер или что-нибудь такое, а здесь честно сказано, что натуральные числа определяются вот так, в унарной записи, значит, это, конечно, варварство так считать, но тем не менее, значит, это вот, ну, вот это нужно для, там, технических целей, это на самом деле существует, определено сложение по-честному, определено умножение через сложение, и определено alldiv, и мы теперь можем его запустить, я запускаю интерпретарь его camel, говорю use, вот этот самый alldiv.mn, он его загрузил, и теперь я могу говорить alldiv, ну, хочется сказать alldiv, не знаю, 6, например, но тут он говорит, что шестерка это не на, и он прав, потому что это в коке у нас были все эти сокращенные обозначения, для, значит, натуральных чисел, так сказать, таким цифирным образом, здесь у нас, весь код написан тут, он не зависит ни от чего встроенного его camel, и шестерка, которая в нем есть, она типа int, и она никакого типа над, конечно, не будет, надо писать честно, alldiv, и дальше, s, 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 ну, 4, например, 1, 2, 3, 4, и он вот выдал нам вот такую штуку, это 4 фектариал, можете проверить, точнее, проверять это может быть и не нужно, потому, что это, значит, ну, как сказать, это доказано нашей, этой самой. Ну, доказано, что это число делится. Чего? Это может быть какое-нибудь другое число, ну, большее, например, или меньшее, наоборот, наибольшую, наименьше общие кратные, скажем, можно по-разному, то есть тут же, смотрите, когда мы доказывали наше, как бы, утверждение, мы строили верифицированный код, но у нас была свобода, как мы будем строить, это можно было, например, на каждом шаге, что на 2 умножать, это наше право, и наша спецификация, это было удовлетворяло, то есть здесь, как бы, мы не говорим, что программа работает в точности как-то, а мы говорим, что она удовлетворяет наш спецификат. Вот. Ну, это как-то выглядит немножечко все-таки дико, потому что хочется, чтобы программа работала в настоящих целых числах. Вот. И давайте мы сейчас это сделаем. Мы вернемся в, значит, наш кок. Вот. Мы вернулись в кок. Значит, теперь давайте я кое-что отсюда скопирую. Значит, нам нужно будет вот это. И теперь нам мы будем, значит, у нас здесь появилось вот что. Значит, у нас есть кок экстракшн экстра-акамал-инт-конф. Значит, здесь есть not-to-int, а not-of-int, он называется. int-of-nots, соответственно. Значит, здесь у нас по натуральному числу мы можем построить int, и даже видно, как мы это делаем. Мы, значит, действительно, так сказать, индуктивно его строим. Но int при этом это не тип, так сказать, коковской системы. Да, это тип внешний, это тип, который реально машинный int в окамеле. И обратный, вот обратный, немножко сложнее, int of, not of int. Тут вообще все сразу должно быть плохо, потому что у нас отрицательные числа вообще-то в intе есть. Сразу сказать, отрицательные числа просто в ноль загоняют, тут проблем нет. И здесь мы говорим, ну вот, int not like reg, какой-то, not 0s, из int в not, непрозрачная вещь, потому что int внешний тип. Но, тем не менее, он, значит, если число не отрицательное, то его, как бы, в not должен погрузить, если число, значит, это самое отрицательное, в ноль его перегоняем. Ну и теперь, вот я сюда скопирую наше вот это вот другое определение. Смотрите, что я здесь написал. Значит, у меня n большое, теперь int. И мы говорим, что для любого n большого найдется такой, x большое, что оно обладает этим свойством, если его оттранслировать в тип nat. Ну, потому что наше утверждение, если он сформулирован в коке, поэтому оно должно быть, конечно, про nat. Ну, значит, сразу скажу, что будет, если сюда подать на вход отрицательное число. Тут проблем не будет, потому что оно оттранслируется в ноль, и для нуля-то понятно, что там что угодно можно выдать, проблем нет. Ага, какой-то вопрос. Вот. А проблемы начнутся дальше. Давайте попробуем вот это обосновать. Как мы можем это сделать? Proof. Значит, мы говорим Proof. А теперь у нас, значит, здесь появляется, ну, intros, конечно. Появляется число типа int. n большое. А нам нужно построить x большое. Но при этом у нас есть вот эта штука, что мы по nat умеем делать. Что нам нужно теперь делать? Как вы думаете? Ну, сделать утверждение про nat, а дальше exist int of nat и от того, что мы ее извлечем. Да, именно так. Ну, я даже, может, более аккуратно скажу. Я скажу, destruct, значит, all div nat of int n, s, ну, и дальше я скажу, что у меня вот есть это x маленькая и, ну, какая-то гипотеза, спецификация s, да. вот у нас появилась, значит, x маленькая, которая обладает нужным свойством относительно, значит, вот этого вот nat of int.n. Ну, и теперь мы хотим сказать, что, значит, надо сказать exist, чего там, int of nat, да, x, да. Прыг. И получилось почти то, что нам надо, но не совсем. Ну, дальше у нас должно быть что-то, что говорит, что nat of int и int of nat взаимно обратно. Да. Это должно быть. Значит, тут у нас есть, вот здесь у нас существует вот эта штука, значит, здесь, смотрите, у нас мы начинаем с nat и возвращаемся в nat. Так что проблемы с отрицательными числами тут не происходит, потому что тип int больше, чем как бы nat, то, что у него есть отрицательная часть. Это нам не мешает, потому что у нас x был в натуране, что мы его отобразили в неотрицательное, значит, целое, целое обратно вернули сюда. Казалось бы, что могло бы пойти не так. Ну, значит, во-первых, доказать этот факт в принципе никак невозможно, потому что это утверждение про машинно реализованный int, правильно, который, про который нет никакой теории. Но, казалось бы, можно что сделать? Можно это аксиматизировать. Значит, мы это здесь делаем, а значит, мы говорим, пишут-то аксиом, ну, nn, например, называемый, значит, for all x is not, not of int in all x. Такое аксиомо мы действительно сейчас все верифицируем. Мы дальше пишем rewrite nn, и дальше это действительно ассампшн, это все заканчивается. Теперь мы можем сказать extraction all div int все получилось, теперь опять переключимся и посмотрим, что здесь получилось. Значит, я могу сказать all div int ml и вот здесь оно и получается. На самом деле, здесь, конечно, внутри-то эти используются, значит, коковские натуральные числа, а снаружи, значит, у нас обертка из этих вот nato int. и можно его запустить, и он действительно будет, значит, use all div int получили вот так, ну, и действительно all div int там какое-нибудь маленькое число поставим, но он будет действительно его, так сказать, правильно вычислить. А вот здесь напишу, например, вот так, опа, stack overflow. Почему? Потому что где-то здесь как бы слишком много этого оказалось. И вот тут мы, ну, на самом деле, здесь мы увидели немножечко не ту ошибку, которую мы должны были увидеть. Ну, дело в том, что на самом деле даже чистый функциональный код, если бы мы здесь написали вместо 100 по-честному sssssss, наверное, произошло бы то же самое. Просто, как бы теоретически на идеальной машине все должно работать и Кок это доказал, в реальности, ну, вот ошибки переполнения могут возникать и Кок это не отловил. Это первая дыра значит, в верификации. То есть, как мы видим, верификация, она многие, так сказать, виды ошибок отлавливает, но вот некоторые из них, значит, все-таки остаются. Хотя, казалось бы, все вроде сделали правильно, но, значит, даже если бы не делали бы эти переводы int of nat, nat of int, все равно у нас бы, значит, было бы плохо. Давайте вернемся. Но, другая проблема, вот мы вернулись в Кок, в том, что на самом деле таксиома, которая здесь написана, даже в таком виде она не верна. Даже если не произошло никакого переполнения стека, который, конечно, это надо сильно постараться, чтобы она переполнилась, но это переполнился из-за того, что у нас эти унарные записи используются, совершенно безумие, конечно. Вот. А здесь может пройти переполнение вот этого int. То есть, у нас есть большое натуральное число, и мы по нему строим int, но int может оказаться, значит, больше, чем максимальное значение. Тогда, как всегда, значит, из соображения эффективности при реализации целых чисел, никакого, никакой, так сказать, ошибки не случится в этот момент, а она просто молча это съест, выдаст нам какое-то странное значение, которое там получилось просто обрубанием каких-то старших разрядов, потом вернется в NAT, и оно будет не равно исходному x, конечно, никак. Ну, чтобы это убить, давайте попробуем то же самое сделать в типе z. Записено, значит, easy extract z. Значит, здесь у нас, давайте я сначала вернусь, так, быстро по нему пробегусь, ну, заряд, ой, сейчас, заряд, the scope, как всегда, эй, the scope, да что ж такое там, да, почему надо все убивать, здесь просто, да, лео, а дальше все то же самое, только у нас здесь, ну, давайте посмотрим быстренько, значит, здесь число должно быть положительным, и должно делить все числа строго больше 0, меньше равно n, опять же, если у нас n отрицательно, это условие выполняется тривиально, и если оно 0 тоже выполняется тривиально, поэтому мы только фактически для неотрицательных это делаем, значит, дальше мы это делаем, значит, здесь мы, как мы видим, разбираем два случая, неотрицательные и отрицательные, делается он с помощью такой вот Z3HotamiInf, это аналог, значит, этого самого, вот этого compareDec, только для целых чисел, опять документации, можете посмотреть, как это работает, для отрицательных все, так сказать, просто, для положительных, не отрицательных, мы делаем not like reg, это, как бы, такой брат, not like int, только в сете, и дальше, ну, вот, собственно, exists, x на x плюс 1, вот это то же самое, что у нас уже было, x штрих на, на самом, x это тот, который k, на самом деле, был, вот, ну, и после этого, мы еще здесь сравниваем k, ну, то же самое, опять же, сравниваем k с этим самым, и заходим сюда, ну, закончим, ну, я этот код опубликую, вы можете его изучить, как бы, значит, если есть интерес, внимательно, что он делает, но идея, это та же самая, мы построили, так сказать, по n, построили и x, такой, что он делит, там, да, то же самое, в типе z, зачем я перешел в тип z, я перешел в тип z, чтобы не было переполнения стека, чтобы у меня, каждое, так сказать, следующее натуральное число, не вызывало новый уровень вложенности нашего стека, теперь все должно быть более-менее хорошо, но мы вот увидим, как наша протечка будет функционировать, взяли вот этот, cog-extraction-extracto-camel-int-conf, это сразу включается и cog-extraction-extraction, так что мы можем извлекать, написали вот такую аксиому, for z of int, дальше, абсолютно такой же код, только про целое, даст нам вот это, а значит, и мы заканчиваем и извлекаем, ну и тут сразу, я давайте уже не буду, просто чтобы лишний раз не переключаться, запускать это в честном интерпретаторе, можете увидеть результат здесь, если мы попробуем применить, вот это all div int к числу, например, 50, никакого, значит, проблемы со стеком здесь не произойдет, потому что у нас стек имеет логарифмическую глубину, с ней все в порядке, но здесь у нас результат вычислится, ну вот такой, потому что это целое число, которое, значит, на самом деле, больше, чем то, что нужно, и когда мы начнем эти операции, когда мы начнем переводить его в int, то у нас, значит, вот так вот все сломается, ну, мораль-то какая здесь, что с одной стороны верифицированный код, это лучше, чем тестирование, потому что действительно формально вроде как что-то доказали, с другой стороны, вот в отличие от доказательства математических теорем в КОКе, в случае с которыми мы в целом верим, что они делаются правильно, потому что, как бы, проблемы с этими теоремами могут быть только из-за ошибок, так сказать, в самом ядре КОК, которые должны быть, как бы, когерентны к ошибкам, которые допущены при программировании этого доказательства, так что тут, как бы, вероятность очень маленькая, хотя, конечно, исключать ее тоже нельзя, но заодно еще про КОК доказано, есть такая статья называется КОК-КОК-Коррект, доказано, что КОК на самом деле всегда работает правильно в самом КОКе, опять же, это, как бы, курица и яйцо, лишнее там, петуха, и там, в ассериск, не знаю, что, значит, может, он доказал, потому что он сам по себе противоречив, но вероятность этого крайне мала. Здесь мы видим утечки верификации явные, которые так работают. Значит, по, тем не менее, значит, по этой ситуации все не так плохо, потому что, на самом деле, если мы, значит, посмотрим на это дело более внимательно, тут код, конечно, тривиальный, но можно тоже что-то поспекулировать, значит, смотрите, у нас есть некий черный ящик, он тут синий будет у меня, ему на вход подано x маленькая, ой, не x маленькая, извините, n маленькая, типа z, а на выходе у него будет, соответственно, x маленькая, типа z. И внутри этой штуки, значит, он работает только в z. И здесь, как бы, все у нас, зеленую галочку поставлю, все у нас корректно, потому что здесь никакого переполнения нет, что здесь может случиться, это переполнение стека, то есть, если z уж совсем какой-то огромный, там, даже логарифм гигантский, такой он породил, то он может вылететь за пределы физической памяти или чего-то такого, но это все-таки, то есть, это как бы, значит, может быть сюда overflow, но это все-таки не так страшно, потому что это честное сообщение об ошибке, программа действительно завершается как бы вот с тем, а не выдаст какой-то бессмысленный результат, ну и глупо ожидать, конечно, вот нашей программы, что она будет работать вообще на любых произвольных целых числах, потому что, ну, совсем гигантским компьютер не влезет, но это честная ошибка, не то, что получилось вот здесь, потому что вот это не сообщение об ошибке, это какой-то плохой ответ, который потом люди могут попробовать его использовать, даже не догадаться, что он неправильный, здесь он еще и отрицательный, но если написать там 52, то он будет положительный, так сказать, потому что там, ну, что-то там перескочит, если там 100, то, что 0 получится, потому что он рано или поздно загонится в 0, а потом уже не выйдет оттуда, вот, но теперь смотрите, что будет происходить, значит, у нас, если он вычислил значение, то есть, если мы попали вот в правильный результат сюда, то это значение, оно правильное, это нам доказано действительно, а вот теперь обкладки, значит, обкладки такие, у нас есть, вот здесь на входе, стоит, значит, z of int, вот эта вот функция, на вход приходит n, типа int, а здесь на выходе, значит, int of z, и появляется вот этот вот x большой, тоже типа int. и фактически, вот в этой части, которая снаружи, здесь как бы все, ну, я так галочку есть условно поставлю, плюсик, здесь все хорошо, это никак не верифицировано, но, можно поверить, что здесь происходит все как надо, а вот здесь у нас утечка, в точности вот в этом модуле, потому что на самом деле он нечестный, он не будет нам выдавать соответствующий int of z, а выдать что-то странное, и вот тут-то как раз мы и можем, значит, немножечко похимичить, и либо выдать какой-то bigint, который будет действительно честный, либо переписать int of z, так, чтобы он, так сказать, честно отрабатывал ошибку, то есть, по идее, нужно переписать его так, чтобы здесь тоже возникала ошибка типа overflow, и тогда все будет действительно хорошо, то есть, на самом деле, утечки здесь не очень значительны, что хорошо, утечек не происходит, вот в этом самом черном ящике, в центральном модуле, там их не может произойти, там все честно, все верифицировано, все работает как надо, а утечки происходят при преобразовании типов снаружи, ну и внутри вычисления производятся в типе z, это имеет также и свои плюсы, и свои минусы, значит, в коке есть модуль, который позволяет более грубо сделать, а именно просто переименовать все z в int, и считать в int, вот тогда уже в каком смысле мы что про этот черный ящик доказали, становится совершенно непонятно, потому что это означает, что фактически мы доказывали что-то про z, а потом мы это перекинули в int, и грубо говоря мы в int пользовались свойствами z, таким, что там сложение коммутативное, там и так далее, что про int вообще не доказано, и многие это вообще неверно из-за предправления, вот здесь у нас вычисления производятся в z, минус в том, что они менее эффективные, и более медленные, а плюс в том, что фактически z это длинные целые числа, то есть если у нас есть ситуация, когда в процессе вычисления появляются длинные, сложные целые числа, а на выходе у нас число все-таки маленькое, такое бывает иногда, то тогда все будет работать как надо, иначе того, что внутри у нас находится z. то есть вот такие вот вещи, как бы плюсы и минусы, значит извлечения верифицированного кода. Так, вот некоторый момент закончен, теперь вопрос, поэтому по этому поводу есть какие-нибудь? А по-честному, если мы хотим работать с небольшими числами, то нам нужно все это доказывать, в предположении, что у нас есть ограниченный int, и у нас все вот это, все эти свойства, обычные сложения и вложения, выполняются только если мы не выходим за пределы. Да, именно так. И при этом на самом деле все эти свойства, опять же, к сожалению, должны быть поданы нам как аксиома, потому что это машинный int, про него доказать-то мы ничего не можем на самом деле, ну вот из базовых свойств. Нет, то все-таки то, что в пределах, ну, то, что машинный int работает как надо в пределах того, ну, как сказать. В общем, если мне не происходит переполнение, то он работает как надо, это мы вроде бы так и так предполагаем. Ну да. Но это аксиома, это не теорема. Это аксиома, который... Ну, естественно, но мы так и так предполагаем, что железо у нас работает, в принципе, как ожидается. Ну да, нет, так и делают, да, собственно. Когда верифицируют железо, то аккуратно выписывают, то есть надо начинать со спецификации железа, записанной формальным образом. Это делают, и такие проекты есть, естественно. вот, но и будет более сложные, потому что на самом деле вот этот наш домашний тип int, z или nat, про него действительно честно доказаны настоящие фактические свойства. А про вот этот int, если вы откроете спецификацию, так сказать, про int, там, вашего процессора или чего-нибудь такого, то в ней написано что-то очень странное, а еще хуже, если он там в какой-нибудь плавающей точке, например, в flow, там написано очень странные спецификации. В принципе, эти спецификации можно перевести в кок, потому что они были переведены правильно, это, конечно, ответственность разработчика. И дальше доказывать, да, про честный int. И int, он как тип-то, видите, в кок существует, то есть ему он может использоваться. И тогда, да, у вас будет соответствующее утверждение, что если ваши входные данные находятся в данных пределах, причем в каких пределах, в довольно маленьких, потому что у вас там бактериал вылезет. Ну, как бы для факториала это, да, не очень. Бактериал обычно, когда программирует, уже использует длинный кайкоррик. Ну, конечно, да. Если у вас что-то другое, но все равно, в квадрат у вас есть, это значит, ваши границы сразу понизят. Не сильно, но понизят. Вот, то есть тогда нужно, да, доказательства в коке намного сильно усложнится. Потому что все вот эти вот условия, они будут продвигаться по этому самому, по коду, и там нужно будет, соответственно, их использовать. Ну, тогда код будет верифицирован уже по-честному относительно машинной спецификации. То есть, как у вас перетекание спецификации, у нас есть спецификация на машину, и с ней мы выводим спецификацию на наш алгоритм. Вот еще вопросы. Ну, если вопросов пока нет, то я еще кое-что покажу. Значит, алгоритмы вклида я показывать явно в виде не буду. Я в прошлый раз по нему быстро пробегался, как он работает, мы видели. Значит, я это потом опубликую аккуратно, там, ну, с соответствующими вырезанными доказательствами на сайте, и про это скажу сегодня в этом занятии. Я пока покажу еще одну вещь. Значит, называется от Twin Extra Classic. Значит, ну, тут опять же, я не буду, как бы, очень так внимательно вчитываться в... Да, сейчас запускать этот код я не буду, тут вопрос будет только в том, извлечется он или нет на самом деле. Значит, этот файл подготовлен, чтобы, значит, показать вот что. Чтобы показать, как классика может работать в этом самом, в... проб, части проб, не мешать извлечению кода. Ну, тут все в над сделано, можно взять то же самое делать, это не важно. Значит, div, целое, простое, и простые близнецы. Мы говорим, что два числа, это... число является числом близнецом, если ну, либо первое, либо второе в паре чисел близнецов, значит, либо само простое и следующее простое, либо оно простое и... ну, в следующем смысле, через один, который... либо оно простое и предпредыдущее простое, ну, при условии, что оно больше равно двух, потому что иначе вот это P-2 там, ну, будет ноли... ну, ну, не простой, конечно, но два, на всякий случай. Дальше, значит, я тут доказал некоторые утверждения, что, во-первых, число либо оно, либо A плюс 1 будет четным, это пропускаем, это опубликуется, потом можете посмотреть, ничего особенного. Единственное, что хочу обратить внимание, что это, опять же, в духе DEC, то есть здесь вот булева сумма возникает, что мы будем этим пользоваться. Запомнили. Единственное, четное простое число это двойка. Опять же, не ручаюсь за оптимальность кода, но это чисто пропуское утверждение мы опускаем. Какие-то вот такие утверждения тоже тривиальные, значит, которые нам тоже будут полезны. Мы говорим, что если число явно составное, то оно не простое, значит, это я повторяю, это все, это все, значит, ну, как бы, тривиальность. И что, значит, если что, близнец, то оно не может быть четным. Единственное, четное это правим от, поэтому, как бы, вот. И теперь, вот, смотрите, такой вот код здесь написан, значит, мы делаем так, ну, глупая вещь, это не то, что нам на самом деле будет хотеться, но просто так, для упражнения. Дано некое x, и мы строим четный y, который, значит, давайте, я так на картинке это нарисую, чтобы было понятнее. Значит, у нас вот есть, есть вот здесь, значит, x, дальше мы должны построить y, который четный, и такой, что существует число y больше, либо равно x, вот одно из этих условий даже лишнее, вот то, что z больше x, нам не нужно будет. Значит, нам нужно построить, чтобы был бы z, в который близнец, число близнец, такое, что оно больше y. Но, тут есть тонкость, мы вообще говоря не знаем, это известная, открытая проблема в теории чисел, значит, число близнецы, это вот такие числа, значит, простое, и простое плюс 2, которое тоже простое, вот здесь оба простые, это значит число близнецы. Есть проблема, вообще бесконечных или конечных. Если их конечных, то для какого-то, x может не существовать вообще больших чисель близнецов, если их бесконечные, то всегда найдутся. Поэтому мы говорим следующее, что либо существует z, который больше, и который близнец, либо даже для x такого не существует. Ну, в чем тут тонкость, что если x четно, то всегда можно взять y равно x, правильно? потому что если есть число близнец больше x, то тогда мы его и возьмем. А если нет, то тогда вот мы по второй части попадем. Если x не четно, ну, тогда как бы на самом деле можно просто взять y, грубо говоря, равно x плюс 1, потому что оно будет четное. И при этом, значит, условие будет точно такое же, потому что, ну, единственный z, который мог бы пропасть, это сам y, но он четный, поэтому он не близнец. Все как бы тривиально совершенно на самом деле, просто немножечко усложнено, чтобы доказать, что было поинтереснее. Но тут возникает некая трудность, потому что, допустим, смотрите, мы вот начинаем идти теперь по нашему коду. Значит, мы идем вперед, мы разбираем два случая, когда x четный и нечетный, как я уже сказал, ну, первый случай, когда x четный. Мы говорим, что это тот самый x, и действительно все хорошо, но дальше нам надо доказать, смотрите, что? Что либо существует такой z натуральный, что он, значит, близнец, и он больше x, а найти его нам не требуется, нам надо только вытаскивать существование, либо он не существует. Но это классическое утверждение, интуиционистски это не доказуемо. Потому что здесь фактически написано а или не а. Ну, интуиционистки понятно, что мы не можем рассуждать про простые числа близнецы, потому что мы не знаем их бесконечно много. Да, да, да. Но это все находится в проб, и поэтому мы можем вполне себе рассуждать классически. Это же уже мы не строим это число. Вот как бы что, вот сейчас мы увидим отличие, да, то есть мы его не строим, просто доказываем, что он либо существует, либо не существует. Да мы классически его докажем. И поехали, поехали, да. Дальше будет все то же самое, это опускаю. Это все малоинтересно. То же самое будет для нечетного, где-то здесь появится х. Здесь мы говорим, что у нас просто х, здесь х у нас нечетный, значит, х плюс один нечетный, мы его и берем, и дальше то же самое, абсолютно. переслажненный пример, ладно. Вот. И после этого у нас, значит, по идее, может быть, можно и извлечь, значит, можно сказать, так сказать, extraction, ну, tmp, там, какой-нибудь, что-то, как он там называется, это у нас, event3, и все, он извлекся. И он действительно будет возвращать, ну, на самом деле, что он будет делать? Он будет возвращать либо х, если он четный, либо х, то, что он нечетный, да, так сказать. Доказательство того, что он удовлетворяет этой спецификации, оно есть, оно верное, оно классическое, но, когда мы его выбросим, то, значит, все будет хорошо и конструктивно. Ну, вот теперь я даже bad это назвал, давайте его скомментируем, временно посмотрим, что здесь получилось. Вот здесь мы попробовали написать следующее. Значит, для каждого x найти такое p, что p больше x, и при этом оно близнец, или не существует близнеца, и тогда p может быть любым. Ну, вот такую вот хотим спецификацию написать, программу, которая, значит, по этому самому, по данному x возвращает, как бы следующее за ним число близнец, ежели такое найдет. Ну, вы прекрасно понимаете, что мы не знаем этого. Ну, тут уже сразу ясно, что такую программу написать, скорее всего, невозможно, потому что, ну, как мы будем ее искать? мы, ну, невозможно, кому для существующего знания человеческого, значит, мы возьмем x, начнем искать большее число близнец, если мы его не найдем, а оно может не существовать, то, йог. Казалось бы, мы могли бы пытаться или им классик, мы говорим так, интрига, пи, окей, если существует, давайте его возьмем, если не существует, давайте его не брать. но здесь нам, конечно, скажут, что то же самое, что or.rec не существует, и вообще, идите вы нафиг, нельзя в set раскрывать классическую дизюнцию. То есть, смотрите, классика у нас есть, но нашу конструктивную часть нашего, нашей деятельности от классики охраняет, значит, этот самый, вот этот барьер между проб и set. Проб мы имели право использовать классику, в set нам запрещено. это бета. можно попробовать добавить вот такую классическую аксиому, сразу скажу, что нам здесь не совсем хватит, потому что здесь у нас еще существование неконструктивное. Давайте я попробую вот такую, с ней все как бы получится у нас сейчас. Добавлю такую псевдоклассическую аксиому, значит, написано следующее, что либо существует x натуральный данным свойством, либо него не существует. Если я такое добавлю, то после этого все получится. NextTwin у нас вполне докажется. Мы говорим, что окей. Спрашиваем, существует ли такой. И два случая. Если существует, ну, грубо говоря, его и выдать. А если не существует, то выдать, что попало, там, sx, когда видимо больше x, а больше нам ничего не нужно. вот. Ну, смотрите, что произошло. Понятно, что эта программа, она доказалась, то есть, из нее извлечется какой-то код, но мы понимаем, что у нас на самом деле здесь дурят, потому что вообще в этом коде нигде не используются ничего про близнецы, так сказать, да, там, и это можно было сделать вообще всегда, так сказать, и так далее. Что же, что же случится? Давайте мы попробуем его извлечь. Извлеклось. Извлеклось, появился файл. Сейчас на него посмотрим. Так. Вот, посмотрим на этот файл. Вот он, fad extraction, да? И мы тут видим, уже проблему, ну, если ее запустить, и мы можем сказать, оп, и он даже его загрузить не сможет. Почему? Смотри, что здесь происходит. Значит, у нас есть вот это вот Classic 3, и это аксиома, и это такая, как бы, это аксиома в универсуме set. То есть, все аксиомы, которые мы добавили в универсум проб, мы можем их, ну, то, что мы обсуждали раньше, например, аксиомы про, значит, ну, допустим, про тип int. Эти аксиомы ниоткуда не следуют, мы их прочитали из, значит, этих самых, из документации на наш процессор, это пробовские вещи, мы их можем использовать. То есть, фактически, добавление аксиомы в проб, это просто некоторая наша, ну, что ли, дополнительная ответственность, что мы, значит, теперь верим в, так сказать, большее количество разных фактов. Но на программу, на то, что происходит в типе set, это совершенно никак не влияет, и, в принципе, можно пользоваться чем угодно. Мы, на самом деле, можем сказать очень глупо, сказать просто, что там, написать ложь, например, в качестве аксиомы, доказать все, что угодно, и при этом мы все равно в типе set запрограммируем то, что нам нужно, и оно будет как-то работать, с другой стороны, его верификация будет некорректная, но это для работы программы никак не может. Если мы взяли аксиому в типе set, то, на самом деле, мы должны ее по-честному реализовать, потому что эта аксиома будет экспортирована, и у нее нет доказательств, то есть, нет построения соответствующей функциональной программы, которая ее реализует, и пока она не будет реализована, даже скомпилировать в OCamlid такую штуку, мы не в состоянии. Ну и возвращаясь, значит, к нашему коду с band extraction, то есть, фактически, мы написали to do. Да, мы написали to do. Сейчас мы вернемся и посмотрим, какое to do мы написали. Мы написали to do, чтобы по-произвольному высказыванию проверять, верно оно, существует такое x, что оно или не существует. И это на самом деле то, что мы никогда не можем сделать, на самом деле. Потому что все еще хуже здесь. А, это высказывание, которое у нас выкинут, и фактически нам нужно просто откуда-то либо взять x, либо пойти по другому пути, грубо говоря. А нам теперь даже недоступны. Ну, то есть, как всегда, эта ситуация, когда-то нереализуемая вещь, классическая, так сказать. И в результате мы вот так получили. То есть, есть как бы у нас такие аксиомы, писать, ну, то есть, если они проб и сет сочетают, в принципе, не стоит, никогда не реализуется. Если они чисто в сете происходят, то это можно сделать, и это будет действительно тудушка, которую можно использовать. Ну, вот, вот такая наука про извлечение кода. Давайте мы сейчас, ну, на этом вот эта часть закончена, и давайте я, значит, коротко скажу, что будет дальше. первое организационное объявление, то, что следующее занятие состоится ровно через неделю, 20-го числа, а 27-го занятия не будет. Такой перенос, я об этом уже говорил, вроде с этим все согласились. В то же время, я надеюсь, что в той же конференции, но если она не запустится, то я просто всем быстренько по e-mail пришлю ссылку на какую-нибудь другую конференцию. Это никакая не проблема, это мы с вами сделаем. Вот. Поэтому, пожалуйста, если вдруг не получится подключиться, просто читайте электронную почту, по-моему, у меня все адреса есть. Если вы никогда мне ничего не писали, не присылали домашнее задание, на первых, то очень плохо, а во-вторых, ну, контрольная работа, в смысле, а во-вторых, значит, пожалуйста, что-нибудь пришлите, можно работать в тое письмо, чтобы я знал ваш электронный адрес. По-моему, там эта конференция, она запускается по расписанию, за пять минут до занятия, и, наверное... Вот я написал в техподдержку, тонкий вопрос, такой по расписанию, каждую субботу или каждые две субботы? А, ну да, действительно. Я не проверил, к сожалению, она может было бы зайти просто там неделю дома назад. Я им написал в техподдержку, надеюсь, что я все сделаю. Ну, если что, ну, другую зубу откроем, как бы, не вопрос совершенно. Вот. Значит, теперь, что касается, значит, контрольных. Ну, те контрольные, которые были, они, значит, были. Если вы не доделали, пожалуйста, доприсылайте. Если есть вопросы, опять же, спрашивайте сейчас или пишите по e-mail. Вот. И третье, значит, наша контрольная точка это большое домашнее задание по извлечению кода. Это задание будет, то есть, оно для прошлого года уже опубликовано, я немножечко почище, опубликую, ну, там, условно, до вторника, скажем, может даже сегодня успеть. Следите за сайтом и потихоньку его делайте. Дедлайн к нему будет, ну, давайте читать последнее занятие, потому что хочется на последнем занятии все зачеты, все, значит, такие мероприятия закончить. Ну, вот, такое дело. Если вы выполнили все контрольные и эту штуку написали, то, значит, тогда вы получаете зачеты. Я надеюсь, что все или большинство так и сделают. Есть одна тонкость, значит, есть ли среди вас люди не с кафедр логики? Да, да. Есть. Значит, для вас есть возможность делать в качестве подложения немножко более простую задачу. Там будет это специально отмечено. Она просто технически попроще. Но можно выбирать любую. Можно выбрать любую, но те, кто скажет три логики, не могут выбрать эту простую задачу. Алик не скажет. Хорошо. Я обычно это не проверяю, но это на вашу честность как бы рассчитывается. Вот, значит, хорошо, и теперь у нас осталось 20, наверное. Можно обсудить те задачи, которые более хитрые оставались на том. Давайте я их сейчас покажу. Про что? Про арифметику? Да, сейчас я их открою. Значит, вот, и тут была контрольная. И, да, значит, очень, конечно, когда решать задачи на арифметику, не хватает мощности Кока по решению разных неравенств. Да, это правда. К сожалению, все-таки там не то, чтобы всего много, но тут, как вы понимаете, мы в таком балансе находимся, потому что вообще-то арифметика неразрешима. Но, как бы, если бы можно было бы Коку просто сказать, вот возьми два равенства, сложи, и дальше умножь на это, и все, и ты получишь результат. А приходится делать кучу ассертов и все переписывать. к сожалению, здесь, ну, наверное, можно как-то так красивее сделать, там, ассертов, чего-нибудь типа, там, бай, и дальше там соответствующую аксиому. Но, да, но, я даже попытался залезть, и понял, что там как-то все чуть ли не еще хуже начинается, если применять аксиому, потому что там нужно, чтобы те условия, которые есть, точности такие же. В точности такие же, как правило, они не в точности такие же. И, в общем, как-то гибкости вот в этом плане, на мой взгляд, как-то, ну, ну, не хватает, согласен. Но не хватает, и при том, что вроде бы как, понятно, что в общем случае неразрешимы, но какие-то перестановки там слагаемых и множители, и там перевороты неравенства, они как бы вообще конечное число можно. Ну, я думаю, что сам можно эти тактики как-то развивать тоже и добавлять какие-то новые, может быть, станет получше. Так, ну ладно, давайте, значит, посмотрим. Здесь три задачи. Хотите кто-нибудь из вас что-нибудь обсудить, показать, как решать? Есть какое-нибудь желание на этот счет? Ну вот, вот, купаемся, давайте, может быть. По-моему, надо ли в додел уже его? Ну, я доделал, но у меня получился какой-то достаточно страшновато доказательство. Ну, может, выходит, чтобы я показал, значит, там. Ну, я знаю. Давайте я покажу тогда. Так, стоп, сейчас покажу. Просто у меня как бы я доказал те лемы, которые были данные. Вот. Давайте я свое покажу сейчас, посмотрим, как бы вы можете прокомментировать. Так, open coprimes z вот этот шорт нам, да. А, оставалось нам фактически что? Девиз и prime 3, да? Ну, причем девиз это как раз то, что нужно фактически наш результат, да? А prime 3 это просто простота числа 3. Давайте я prime 3 покажу. Вроде коротко здесь я давно это писал, правда. Да, у меня явно складывает. Значит, давайте я это покажу. Значит, здесь доказывается, что число 3 простое, а значит, как мы это делаем? значит, ну, простое, надо перебрать все меньше и проверить, там не делители, да? Значит, ну, вот я сказал, что такое, что он простое, что он больше единицы, это ясно, докажется, и для любого икса, точнее так, который является его делителем, он либо 1, либо 3, ну, если он не отрицательный, это в целых числах происходит, поэтому тут надо отрицательные следить. сплит, первое, понятно, ну, лиа, наверное, даже автовый старик здесь сработало бы, да, тут проще, да, значит, дальше интрос, понятное дело, и теперь смотрим, смотрите, у нас то, что x, значит, является делителем тройки, можно отдистрактить, и появляется какой-то x0 и гипотеза h0, да, то есть, что 3 это x на какой-то x0, а, значит, ну, давайте даже напишем здесь y, что ли, да, на y напишем здесь тоже y. Ну, вот как раз я о чем и говорил, что если сделать экзист, дистракт экзиста и написать только имя переменной, то имя гипотезы останется то же. Это вот не совсем так, это зависит от того, какая у нас цель, по-моему, если у нас цель, типа, в инверсиуме set, то он ее переименует. А, вот. Вот какая-то такая тонкость есть, что он, как бы, гипотезы из пропа для set, они у него обозначают, типа, pqrs, по-моему, что мне не нравится. Ну, это, конечно, все дело, понятное дело вкуса, но, тем не менее. Окей, мы назвали его y, то есть, теперь у нас предполагается, что x это не терпетное число, 3 это x на y на какой-то, и надо доказать, что x это либо 1, либо 3. Значит, что я делаю? Я разбираю z трехотами x3. Значит, я сравниваю x с тремя, то есть, у меня будут какие варианты, на самом деле? Я скажу так, если x больше, если x равно 3, все хорошо, это один из наших вариантов, если x больше 3, то, значит, мы скажем, что так не бывает, и мы это сейчас увидим, почему это так. Вот, а если x от нуля до 3, ну, мы просто переберем 3 варианта, здесь будет 0, 1, 2, на самом деле, 3 это уже равенство, ну, и, соответственно, мы в каждом из них увидим, как будет все происходить, значит, для нуля не получится, для единицы это то, что надо, для двойки тоже не получится. Ну, то есть, мы как бы делаем ассерты, x меньше 3, или x больше 3. Да, ну, мы это сразу разбираем под трехотомией, то есть, у нас есть 3 варианта, строго меньше, равно и больше. Ну, вот, строго меньше, ну, и, как бы, такой интересный случай, значит, x либо, ну, просто честно разбираем три варианта, и теперь, значит, ну, это мы ассертим, это ли а, из того, что x меньше 3, и больше он 0, значит, кок поймет, что он один из трех, все тут хорошо, а, значит, теперь, дальше мы говорим следующее, оказывается, что это съедается ли ашкой, вот этик интересно, знаете, как занятно, то есть, тут все, всего достаточно, значит, у нас, почему она съедается ли ашкой, потому что здесь дизюнкция, все бескванторное, но ли ашка умеет, булевые комбинации, то есть, если быть, как бы, скучным, надо было бы дистрактить, аж 2, два раза, да, так сказать, получили бы три варианта, и в варианте 2, мы бы получили условие, 3 равно 2 на у, или а, и это привело к противоречию, на самом деле, вот как это происходит, да, то есть, оно знаешь, три нечетные, и так не получится, на самом деле, все вот это, поскольку это все бескванторное, и оказывается, фактически линейное, потому что вот это x, оно на самом деле, подставляется, один из трех вариантов константа, то ли а это берет, это как бы, как бы самый интересный случай, теперь дальше, x равно 3, или x больше 3, если равно, то понятно, right assumption, а если больше, то мы говорим следующее, мы заменяем вот этот x, точнее, что мы делаем, right h0 in h1, мы эту тройку заменяем на x умножить на y, получаем x больше, чем x умножить на y, вот тут, может быть, лиаба сразу сработала, но по-моему, все-таки нет, нет, не хочет, потому что тут нелинейное, но теперь, смотрите, может ли x быть больше, чем x умножить на y, ну, надо смотреть тогда на y, когда уж такое может происходить, это когда y равно, типа единице, что ли, да, то есть, потому что, больше строго, или отрицательная правда, да, y может быть отрицательным, но тогда он будет противоречиваться с h0, с x не отрицательным, ну, и дальше мы просто сравним его с нулем, если отрицательное, то лиаска найдет это самое противоречие, потому что y отрицательное, x не отрицательное, а произведение равно 3, так не бывает, дальше, ну, это вторая часть трихотомии, либо 0, либо положительное, если 0, то опять же, y равно 0, и x на y равно 3, так тоже не бывает, ли, а это знает, и теперь y положительное, опять же, вот тут лиак, к счастью, все съела, то есть, тут, как бы, вот он вот это неравенство привел к противоречию, если а довольно мощная, тактика, и все, все хорошо, вот, вот такой, может быть, одно из простых доказательств, ну и теперь, дальше у нас оставалось еще должок, вот это вот девиз, который здесь находит, давайте опять же до него доберемся, точнее, там были еще лем, 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 не доделали, да, да, и, какая лема, посмотрю, я в том, что я, я поводку prime not div, по-моему, в прошлый раз раз, забрали, coprime not div, вот, у меня как было записано, что мы оставили, как раз вот это вот, prime 3, и вот это вот, ну, по крайней мегу, прайм, давайте открой просто тот файл, который я опубликовал уже, вот этот, который, да, но там точно, точно было меня, да, а, coprime not div тоже мы не доделали, да, и, и prime nec, ну, давайте тогда делаем, что это не доделать, но, с prime nec, там все, по-моему, было совсем просто, ну, prime nec, вот, coprime not div, давайте мы посмотрим тогда, что здесь у нас написано, да, coprime not div, как раз у меня, и получился самый такой тяжелый, ну, давайте я то свой покажу, значит, coprime not div вот здесь, значит, что здесь у нас происходит, значит, у нас есть, число, которое, сейчас, как, я уже забыл немножко, значит, у нас, мы говорим, что у нас простое P, и мы поделили A на, с остатком на P, то есть, оно не, и остаток положительный, все равно не делится, то она взаимопросто с A, как мы это делаем, значит, ну, понятно, interest, interest, что нам дано, нам дано, что A поделено с остатком на P, и, соответственно, у нас тут, сейчас, а мы хотим, что мы хотим, а мы хотим coprime, да, то есть, у нас мы поделили, но мы хотим доказать coprime, 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 что он, ну, он тривиальный, что он один или минус один, мы assertим, что он является также делителем R, это просто, сейчас мы, это я опущу, как бы, да, вот мы доказываем это, ну, как-то подстановкой, да, получили, мы знаем, что это делится, ну, значит, так, и тут, конечно, ну, тут какие-то штуки происходят, но это получилось, после нужных подстановок, там, мы видим, это съем, значит, теперь мы говорим следующее, что, у нас, недаром был, вот этот вот, prime neg, который говорил, что если P делится на X, и P простое, то X это либо P, либо 1, либо минус P, либо минус 1, это практически, практически определение простых чисел, только, там еще отрицательные добавлены, поэтому там вот, трихотомия-то используется, в сравнении с нулем, я это пропустил, но, это будет опубликовано, мы это ассертим, и применяем prime neg, то есть, можно было бы сказать, на самом деле, просто, buy, apply, prime neg, и все, получилось, а не, ну тут ассамшн, все ладно, да, вот это тоже раздражает немножко, что ассамшн, он не может догадаться сам, хотя это как-то, вот, ну вот, значит, применили, сказали ассамшн, и то, что делит PX, тоже это ассамшн, два раза ассамшн, все, все хорошо, вот, теперь, что мы видим, мы говорим, что у нас ваш 5 сказано, что, то есть, мы знаем, что P делит X, P, да, значит, X это либо 1 минус 1, или P минус P, если это 1 или минус 1, то все хорошо, это то, что нам нужно, поэтому мы сейчас все получим, деструктив, получаем, деструктив, получаем, и остается P или минус P, опять же, деструктив, X равно P, ну вот, а теперь у нас, смотрите, что получилось, значит, у нас A равно PQ плюс R, значит, мы, да, мы говорим, реврайт, то есть, у нас получается, что у нас R делится на P, у нас, значит, получается, что у нас R делится на P, и мы получим, что у нас A делится на P, а это не так, ну, а точнее, смотрите, что у нас получилось, у нас получилось, что r делится на p, а r между нулем и p. И вот это нас приведет к противоречию сейчас. Чтобы это сделать, мы говорим, что у нас есть какой-то x0, такой, что r это p на x0. Получается, что у нас что мы сделали? Мы переписали h4 в h1. Получается, что у нас p на x0 между нулем и p. Значит, мы предполагаем, что p равно нулю, p больше нуля, и теперь ли а это съедает. Это, точнее так, p больше нуля, то есть, по ли а мы это получаем. А теперь, ну, разбираем опять же случай по x. Сейчас, почему-то, что-то мне кажется, немножко здесь даже... Зачем нам x был нужен, я не очень понимаю. у нас, мне кажется, уже... Нет, все-все-все правильно. Как раз таки из-за того, что вы используете этот прием, что там, что здесь, подстановка в неравенство и потом разбор. Нет, просто я не понимаю, зачем я в x-то полез теперь. У меня же теперь, на самом деле, вот это h1 можно контрадиктить, правильно ведь? Я могу сказать, ассерт p больше нуля, и после, ну, это ли а, конечно, да. Но дело в том, что, чтобы контрадикт сделать, вот тут нужен разбор по иксу. Нет, а икса-то в нем же нету. Там x0 только. А я вообще-то, x, x-то старый x, это вообще другой. Я не знаю, что в него полез-то. А, это странно, действительно. Это странно, это еще, что-то, что-то детург какой-то. Там потом тоже все будет нормально. Если это ли ашка не сделает нам сейчас, то я не сделаю. Не сделаю. Вот здесь надо делать разбор по иксу. Я и думал, что это... Ну, по иксу. По иксу, значит, если x0 отрицательно, то ли ашка съела. Значит, теперь дистракт h1, x0 равно нулю. Опять же ли ашка съест. И этот тоже ли ашка должна съесть. А этот не съел. Да, вот тут какая-то проблема у нас сейчас. Значит, у нас... А вот теперь, наверное, нужно... А вот это вот самое неприятное место, когда нужно больше нуля, и надо доказать, что если мы умножим на x0, то получим... Ну, можно вот так еще сказать. Совсем уж так. Наверное. Ну, прям вот пойдем вот так. Значит, нужно меньше единицы. Здесь, наверное, ли ашка съест. h7. Это ясно, что ли, ашка съест? Нет. Тоже не хочет. Вот непонятно, что здесь произошло. Я как-то это обходил. А... Вот как я это обходил. Во всяком случае, вторую трихтомию я не делал здесь. Обходил я это так. А серт вот такой. B на единицу меньше равно, чем B на x0. Вот это то, что не линейное. И то, что ли а не съест. Но это, к счастью, съедает автовыдарик. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Бывает. И теперь ли а. Во, вот как оно сработало. значит это получилось ну и теперь второй случай когда их равно минус p ну вот тут уже значит наверное нужно опять же ну тут к сожалению приходится немножко повторить чтобы не повторять на самом деле я доказал что если ну что достаточно для не отрицательных доказать чтобы доказать сообщили да это более это более правильно да это более правильно давайте мы сейчас все-таки это дело уж тут дожмем как есть значит тут наверное можно сказать что так значит авто вы сдали на вот это вот нам нужно после этого все у нас пойдет также как и раньше до дистракт и дальше вот она закончилась да то же самое мы говорим значит это кусочек выбросим это вот как раз какой-то теперь мы говорим дистракт h4 мы видим что делится r получаем вот так получаем вот так с минусами все получилось и дальше вы чтобы положительно и разбираем случае по x0 и дальше получим ну и девиз значит где девизе был здесь уже все попроще на листок вытесли по простое произведение делится то одно из них делится значит ну давайте это быстро сейчас закончу осталось одна минута и на этом мы на знаете закончим остальные давать значит а пойдут на следующий раз значит здесь мы надевает у нас был которым это уже делали точно который говорил что он делить с остатком до после этого мы значит мы его забрали после чего у нас появился этот остаток c здесь x0 и мы разбираем два случая если он 0 то делится соответственно а а если не 0 то делится если он тут так просто его и берем это а и по иначе если он больше нуля то дальше мы говорим что она на простое с а ну и дальше вот пошло это коп штрих который мы уже сделали это вот делимость ну давайте на этом это закончил этот код я опубликую и если будут вопросы то так ну все на этом мы на сегодня заканчиваем следующее занятие ровно через неделю и все приглашаются я опубликую этот код который мы сегодня видели на сайте и домашние задания большие на извлечение кода соответственно два домашние задания которые оставались про арифметику остаются на следующий раз все если есть вопросы пожалуйста если нет то всем спасибо за внимание